Дневной разворот Сегодня начинаются гастроли московского детского камерного театра «Кукол». Добро пожаловать в наш город. Говорим мы директору этого театра Анатолию Александрову. Анатолий Иванович, добрый день. Добрый день. С нами Варвара Трофимова, пресс-атташе федеральной программы «Большие гастроли». Здравствуйте. И представительница нашего театра «Кукол» имени Афанасьева Елена Павлова. Здравствуйте. Заместитель директора театра. Добрый день. Добрый день. Большое волнительное событие, Елена Викторовна. Когда приезжает такой театр. Да, мы дружим давно, но мы их долго ждали. Мы очень рады, что мы попали в федеральную программу. И благодаря ей состоятся эти гастроли. Давайте как раз-таки напомним о том, что собой представляет вот эта федеральная программа «Большие гастроли». Информация есть в интернете? Тот, кому интересно, может, конечно, почитать. Но мы все-таки радио, мы должны озвучить. Все можно узнать на нашем сайте большие гастроли.рф. Но вкратце я опишу, что такое «Большие гастроли». Это такой тотальный, глобальный, самый большой театральный проект в стране, который был инициирован самим президентом Владимиром Путиным еще в 2014 году. Потому что ситуация в стране была катастрофическая с гастролями. То есть ездили только какие-то небольшие антрепризы. Поступали жалобы трудящихся на эти гастроли. Главная проблема была в деньгах? Да. Главное, что гастроли – это, наверное, самая затратная часть, которая может существовать в театральной жизни, собственно. И по инициативе президента при Министерстве культуры был создан наш гастрольный центр. И вот самый главный проект нашего центра – это именно программа «Большие гастроли». Мы возим серьезные федеральные театры, большие, как вот сейчас театр Вахтангова едет на Дальний Восток. Триумфально табакерка выступила в Саратове с огромным успехом. На родине Олега Павловича как раз так символично получилось. РАМТ едет у нас на Урал. Театр Покровского едет по Волжью. И вот помимо этой серьезной большой программы, федеральной, как мы ее называем, У нас появилась в том году и программа для детей. На форуме «Единая Россия» наш любимый актер Сергей Безруков как раз выразил свое недовольство ситуации имени в мире детского театра, что происходит катастрофа, некому помогать детским театрам. Эту идею услышал тоже наш президент. И, слава богу, вот была инициирована детская программа внутри больших гастролей. Ну, мы ее называем детской программой. Официально она называется «Большие гастроли для детей и молодежи». То есть в ней участвуют и кукольные театры, и тюзы, и какие-то театры, которые делают спектакли даже 18+, но вот для молодых, да, от 18 до 35 лет, да, как у нас молодежь считается. Вот, стартовала эта программа в том году, в 17-м, и сейчас у нее новый виток участвует. В этом году в программе 103 театра. Именно только в детской. В детской части участвует 103 театра из 75 регионов нашей страны. А всего, послушайте только страшные цифры, в этом году у нас участвует 251 театр, и, может быть, даже будет около 300, потому что заявки продолжают поступать. Это вообще в больших гастролях. Да, 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 в этом году. В том году у нас поучаствовало 247 театров всего. И мы закрыли 83 региона России. А в этом все регионы участвуют в этом году. Вот, и хотелось бы поблагодарить ваш город, который очень активно участвует в программе, всегда идет навстречу. И ваш театр, Елена, и сам город, и драмтеатр. Здесь, я знаю, был и Сан Саныч Калягин. И осенью приедет театр Пушкина, тоже по большой программе нашей федеральной. Калягин, у нас земляк, не забывайте. В Малмыже родился. В Малмыже родился. Да, наши звездные актеры очень любят по большим гастролям ездить. Он еще и почетный житель ведь Кировской области с недавнего порта. Да, да, да. Ну и вообще, надо сказать, что Сан Саныч, он стоял у истоков той же программы и был тоже одним из инициаторов, кто раскачивал эту лодку, что государство должно помогать гастролям, надо что-то делать. Елена Викторовна, а что от нас требовалось, чтобы мы попали в эту программу? Вот конкретно театр Кукол. Мы писали заявку, мы обосновывали не только наше желание, но и логистику выверяли, чтобы она понравилась, выверяли, чтобы это сопоставимо было по финансовым затратам, по художественной составляющей, которую мы предлагали для просмотра в театрах. Также учитывалось то, чтобы как минимизировать участие, ну, меньше, чтобы был состав труппы, да, то есть мы возили три спектакля, и чтобы актёры были, допустим, один актёр был занят во всех трёх спектаклях, вот, и, конечно же, прошли, там, по-моему, два этапа, да, было? Очень был серьёзный отбор в этом году, потому что количество заявок в детскую программу превысило в два раза, вот, количество квот, назовём это так, мы это так не называем, но вот. Ну, понятно, что понятно было. Нам нужно повезти столько-то театров, а заявок было в два раза больше, поэтому было два этапа, был экспертный совет, и сам Безруков тоже всё отсматривал, и, конечно, нам было очень сложно выбрать, потому что все театры потрясающие, вы даже не представляете, какие... Все считают, только в Москве есть театры, а на самом деле в регионах есть детские театры, ну, просто фантастические. Это я понимаю, почему, потому что я сейчас пообщалась с вашими земляками и поняла, что театральная жизнь в Кирове кипит, у неё глубокая традиция. Ну, многие гости нашего города, в том числе и столицы, удивлены тому, что у нас три полноценных театра существуют. Извините, и зрители у нас существуют. И прекрасный театр «Букол», который сейчас триумфально выступил по четырём городам России, в том числе он был в Москве, в гостях у Анатолия Ивановича, и нас очень тепло принимали, да. У меня ещё такой уточняющий вопрос организационный. Вот эта федеральная программа, она предполагает только перемещение столичных театров в регионы? Или из регионов тоже выходят? Нет, у нас вообще задача, чтобы у нас было единое театральное культурное пространство в стране, чтобы все театры были на одинаковом примерно уровне, будь то московский, питерский, екатеринбургский, кировский, не знаю, Нарьянмарский театр, театр Нягани, какой угодно. То есть нам нужно, чтобы в каждом городе России была хорошая театральная жизнь, куда люди приходили, яркая, полноценная, разнообразная, потому что не все могут приехать, например, из Занадыря в Москву, сходить в театр того же Калягина, это сложно. А мы можем привезти Сан Саныча туда, например, и наоборот. То есть у нас есть ещё одна программа межрегиональная, когда театры не столичные, ну, не хочу сейчас говорить слово «провинция», да, потому что потрясающий город Киров, и ваш театр участвует в этой программе. То есть когда, например, Киров едет в Ижевск, Ижевск-Киров, Самара едет, ну, не знаю, куда она у нас едет. Пусть в Оренбург она поедет, какая разница? Например, в Оренбург, Оренбург-Самару. И, например, сейчас по этой межрегиональной программе театр Басанговы из Калмыкии поехал у нас в Кызыла, это, извините, 5000 километров, и потом они к ним приедут. То есть театр... Кызыла — это ведь Тува. Да, да, Тува. Или Бива там уже как. Тува, да. И они не были там 100 лет, видимо, или 30 лет, если точно. То есть преодолели вот такой дикий километраж и выступили совершенно блестяще. А потом уже поехали в Улан-Удэйол, и буряты сейчас собираются поехать ответным визитом в Элисту. Ну, это такие все у нас буддистские, такие республики, да, у них это очень важно все. Очень интересные были гастроли как раз. И там спектакли, наверное, на соответствующую тематику есть. Да, там есть спектакль «Я Будда», у них есть спектакли на родном языке, есть и на русском. Ну, в общем, мы поддерживаем все театры России, муниципальные и федеральные. Вы сказали... Такое общее движение начинается. Да, такое огромное глобальное брауновское движение. Ну, даже театры меняют. Так это называлось? Великое переселение народов, раньше называлось? Великое переселение театров так. Ну, потом все возвращаются домой, все хорошо. Вы сказали, что очень много было заявок в рамках детской программы. А как так звезды-то сошлись? Какие факторы поспособствовали тому, что наш город, наш театр «Кукол» имена Афанасьева все-таки принимает московских гостей? Ну, я думаю, что... Там критерии какие-то, не знаю, существуют отбора. Да, да. У нас примерно в ноябре текущего года открывается заявочное окно на сайте большей гастроли.рф. И там как раз можно правильно, грамотно заполнить эту заявку. Не все с этим справляются. После этого уже отбираются, кто правильно заполнил эти заявки. И экспертный совет отсматривает уже спектакли конкретные. Ну, не сами спектакли, но хотя бы смотрит. Сейчас хорошо, в интернете все есть, можно посмотреть. И смотрит на уровень артистов, предложенных спектаклей. Но ваш театр уже на таком уровне, что мы только рады с ним посотрудничать. Поэтому тут как бы не было вопросов даже. Приятно слышать. Сейчас у нас небольшая пауза, после которой мы поподробнее попросим Анатолия Александрова рассказать о театре, который он возглавляет, который к нам приехал на гастроли. В Кирове начинаются гастроли Московского детского камерного театра «Кукол». Давайте, Николай, еще раз представим наших гостей. Во-первых, это все происходит в рамках большой федеральной программы «Большие гастроли». Поэтому наши, так сказать, гости из Москвы, Варвара Трофимова, это пресс-аташи этой федеральной программы. Она очень подробно как раз сейчас нам только что рассказала о том, как все это устроено, как это работает. И как непросто оказывается в эту программу попасть. Непросто. Но, тем не менее, наш «Кукольный театр» в эту программу попал. Поэтому у нас в гостях здесь Елена Павлова, замдиректора Кировского театра «Кукол», которая рассказала, как так это им удалось, невзирая на все сложности, в эту программу попасть. Но и главный наш сегодня, наверное, все-таки, главный наш сегодня гостью, именно потому что сегодня начинаются гастроли Московского детского камерного театра. Директор этого театра Анатолий Александров. Анатолий Варварович. Виталий Елисеев. Совершенно верно. Продолжайте. Вот. Но 27 лет нашему театру, и театры всегда, все театры любили ездить на гастроли. И вот ситуация за эти 27 лет, она была сложной, потому что экономически это было неэффективно, было сложно. И вот благодаря сегодня этой большой гастрольной программе, которая федеральная программа, мы имеем возможность поддержать те дружеские контакты между театрами, что очень необходимо. И, слава Богу, ведь зрители вышли с инициативы не только театра, а зрители, именно когда они почувствовали, что необходимо им видеть другие театры, которые оживляют ситуацию, вот эти яркие впечатления театра, не только своего замечательного театра, но и видеть театры, приезжие из разных городов. Поэтому в прошлом году мы в эту программу как бы не попали, но вот в этом сегодня... Но очень хотелось. Хотелось. Хотелось, когда мы узнали, что другие театры поехали, а мы как-то сидим у себя на месте, а живем мы в Москве не внутри Садового кольца, а живем около ВДНХ Ростокина, такое местечко замечательное, где Акведук, если кто помнит. Поэтому милости просим, когда будете в Москве приезжать. Приходите. Но и наша дружба с Кировским театром, когда вот этот первый фестиваль, он в 2012 году у нас был, меня любезно просто пригласили как почетного гостя сюда, поскольку я с Кировым несколько знаком еще в 1969 году, заканчивая театральный институт, я приехал по направлению работать в драматический театр. Сколько проработали? Шесть лет. Ох, шесть лет. Такой был уже свой совершенно человек. Да, только давно не был, поэтому с удовольствием приехал в Киров по приглашению театра. И мы вот дружим, так сказать, творчески, обмениваемся спектаклями. Вот, и сейчас мы приехали уже, так сказать, с тремя спектаклями. Мы имеем возможность, хоть мы и называемся Московский детский камерный театр кукол, но у нас есть и взрослый репертуар для взрослых. Поэтому мы сейчас вот работаем детские, два детских спектакля. Это «Серебряные копытца». Такой, мы живем на улице Бажова в Растукино. Ну, соответственно, произведение Бажова. Да, произведение Бажова. Но за 27 лет у нас не было произведения Бажова. Вот мы его где-то там полтора-два года назад выпустили. И с большим удовольствием... Теперь вы точно соответствуете своему адресу. Совершенно точно, да. И сказитель Уральский. Киров тоже, так сказать, какая-то территория близкая к Уралу. Это предместие Урала. Да, это все очень, так сказать, увязывается. И там даже вот Уральский говорок и, скажем, говор, который знаю я в Кирове, это все, так сказать, все родное. Вот, поэтому для нас это очень ценно. И хотелось бы вот встретиться со зрителем. Мы волнуемся, как они поймут, примут. Особенно это детский зритель. Но это вот сохраняет такие традиции сказания, уральских сказаний по Бажову. Мы видели много других спектаклей по тому же Серебряному копытцу. Оно вот наш, так сказать, такой атмосферный спектакль, стилевой спектакль. Так мы считаем. Поэтому хотим услышать впечатление кировского зрителя. Спектакль по народной сказке «Бычок, смоленой бачок». Тоже известное произведение. Поставлено еще Елисеевым Виталием и нашим нынешним главным режиссером Валеримом Баджи. Тогда он только начинал в режиссуре. То есть такой спектакль «Долгожитель» получается? Да, он уже, так сказать, он живет 9 лет. Как раз я пришел, его только поставили. Была очень приятная, хорошая работа. И совсем относительно недавно, где-то полтора года назад, мы поставили спектакль для взрослых. Чем ценна, так сказать, ситуация? Значит, это Михаил Шишкин, письмовник, известный роман. Очень сложный роман о жизни, о смерти, так сказать, о любви, серьезной любви. И поставил спектакль известный, так сказать, кировскому зрителю, я знаю, режиссер, главный режиссер театра имени Образцова, который здесь был на гастролях. И Борис Анатольевич был, так сказать, здесь и постановщиком, режиссером, так сказать, спектакля «Палата номер 9» у вас называется. Вот, так что я думаю, что это будет интересное, так сказать, продолжение знакомства с режиссурой Бориса Константинова. Письмовник для взрослых на большой сцене, поэтому мы будем с удовольствием рады встретить в своем московском детском камерном театре на спектакле в Кирове взрослого зрителя. Взрослого это какого? Мы обязаны возрастное ограничение произносить. Там 16+, я уже 16+. 16+, ну, действительно. А бычок с малиной бачок и серебряные копытцы, соответственно? Ну, там 3-4-5 лет. 3+, уже. 3+, 3+. Насколько успешно на сцене московского театра идут эти постановки? Ну, идут, так сказать, давно, поэтому они любимы, поэтому мы, так сказать, с удовольствием везем. У нас же есть ответственность перед зрителем и Кировским в том числе. Они прошли отбор федерального центра и Министерства культуры, да. Ну, замечательные спектакли, конечно. То есть вот такая многоступенчатая получается эта вещь, то есть вы как бы предлагаете те спектакли, потом они еще отбор... Конечно, это же не просто так, да. Мы ведем переговоры, кто что, чего, так сказать, есть в репертуаре Кировского театра, чего не хватает нам, где-то мы это все... А потом мы стараемся не вникать, вернее, неверное слово, особенно не влиять на репертуарную политику театров, потому что считаем, что люди творческие сами понимают... Сами разберутся. Да, какова цена и художественная ценность того или иного произведения, того или иного спектакля. Поэтому обычно театры сами проговаривают репертуар, но мы, конечно, смотрим... Ну, обычно театры предлагают хороший репертуар, который и продается хорошо, да, зритель на него идет. Хороший или самый лучший? Все-таки их... Все-таки, наверное, хочется показать коллегам самое лучшее. Ну, наверное, и учитывается самое лучшее, но и учитывается все то, о чем я говорила, да, чтобы было комфортно вести на гастроли, да, если везем три спектакля, вот мы сейчас ездили, чтобы... А чтобы это было экономично все, да. И вошло в одну, в один прицеп, допустим, декорации, да, то есть много факторов учитывается. Кстати, по поводу, да, гастролей, декораций, большой ли скарп привезли, сколько актеров приехало? Актеров приехало, ну, вообще, нас здесь 11 человек, это водитель, это звук, свет и 9 человек актеров. То есть на автомобиль приехали? Мы приехали сами поездом, а автомобиль приехал, так сказать, привез декорации. Еще вчера. Еще вчера приехал, да, за годы, чтобы мы могли сегодня утром с поезда, так сказать, появились. Сейчас вот актеры занимаются тем, что там устанавливают все на сцене. Уже в 3 часа у нас будет первый спектакль. Да, вот я смотрю, сегодня, 26-го числа, в 15 часов уже серебряные копытки как раз-таки. И сегодня в 6 вечера еще. Чтобы не раскачиваться, чтобы, так сказать, экономно использовать время и деньги, которые выделяются большой федеральной программой. 26-го, 27-го, 28-го и 29-го, напомню, да, у нас гастроли. Да, вот у нас как раз-таки гастроли московского детского камерного театра «Кукол». И как актеры, как труппа восприняла возможность выехать подальше от столицы? С удовольствием, потому что театры не могут жить, не выезжая никуда. А почему? Поясните. Ну, это психологически важно, так сказать, как это русская поговорка. Есть людей посмотреть и себя показать. И вот мы ощущаем, так сказать, зрительской заинтересованности в том, что вот они хотят, спрашивают. Не случайно эта программа возникла, потому что гастроли, как таковых, не было. Правда, театр «Кукол» последние годы как-то, так сказать, выработали вот эти фестивальные программы. Сами, так сказать, региональные правительства помогали экономически. И приезжали, так сказать, эти театры из разных регионов. Там, ну, 10, не больше, когда можно было увидеть друг друга, и зритель смотрел, и мы общались, нам необходимо видеть друг друга, спектакли других. Это как бы заряжает нас на дальнейшую работу, на творческие какие-то поиски. Необходимо, ну как, людям всем, ну, необходимо общаться. И театры тоже, так сказать, психологически, как такой живой организм театральный, ему тоже необходимо общаться не только со зрителем, но и друг с другом. Поэтому и фестивальное движение, гастрольное крайне важно. Но вот гастрольное было, к сожалению, до того, так сказать, упущенное, именно, так сказать, из экономических соображений. Дорогая дорога, дорогие гостиницы, это стало неэффективным. Вот, опять-таки, благодаря большой гастрольной программе федеральной, теперь это возможно. И, конечно, было бы здорово, если бы это продолжалось в следующие годы. То есть, вообще, где-то стало там, не знаю, постоянной, потому что в этом есть потребность у зрителя, у населения, у артистов, у творцов. Елена Викторовна, наши актеры, сотрудники нашего театра, наверное, которые с нетерпением ждут этих показов, будут смотреть, наблюдать. Ну, это обязательно, потому что это, да, это как мастер-классы. Но я хотела бы отметить ещё и то, что важно, почему важны такие гастроли. Вот мы проехали четыре города, четыре театра и четыре разных зрителя и увидели, хочу вам сказать, во всех городах зритель разный. В чём он отличается? Во многом в реакции на какие-то, может быть, шутки, восприятии. Как реагирует зритель, это очень важно актёру, да, везде зритель разный, везде свои порядки. Вот, но самое важное, ну, может быть, о себе так не говорят, но я говорю об актёрах Кировского театра, да, во всех четырёх городах мы услышали столько восхищений, что актёры в конце сказали, ну вот, а на месте мы столько не слышим, как здесь, вот видите, как нас здесь ценят. Это ведь тоже очень важно. Как же, как же, то есть понять... В своём Отечестве, пророков, хочется, так сказать, поехать в гости показаться, посмотреть. Ну, на самом деле, это было очень искренне от коллег, это не так, как, допустим, ну, гости приехали, давайте бальзамом помажем, да, это было действительно очень искренне, а самое важное, отзывы зрителя, которые и на нашем сайте писали, и в книгах-отзывах, и подходило очень много зрителей с благодарностью, и в некоторых городах даже говорили, что мы таких спектаклей ещё не видели, как здорово, какое кукловождение, и как всё это здорово и замечательно. И было очень приятно, вот, например, в Белгороде, вот обращаюсь ко всем зрителям города Кирова, Кировской области, вы знаете, там принято дарить цветы. Это невероятно, маленькие дети на всех спектаклях бегут на сцену после спектакля и дарят цветы. А у нас это не приюта? Вот, к сожалению, к великому сожалению, нет. Ну, я думаю, что после... Я даже не задумывался, кстати говоря, я думал, в любом театре актёрам принято дарить. Лена, я думаю, сейчас после вашей реплики у нас тоже задумываются о том, что, наверное, это неплохая традиция. Вы знаете, родители покупают детям, дети несут на сцену, и у детей новые впечатления от этого, они выходят на эту сцену, да. Я думаю, родителям можно подумать, чтобы приобщать своих детей не только к созерцанию какого-то происходящего. Конечно. Мне кажется, это такая часть театрального этикета всё-таки. Прийти не просто в театр, а купить букетик и подарить любимому актёру. Просто цветочек. Да. Неважно даже, как прошёл, извините, спектакль, но это такой реверанс в сторону актёров. Всегда им это очень приятно. Это всплеск эмоций был и у наших актёров, и в зале. Это тоже необходимо. Анатолий Иванович, а, кстати, как у вас в вашем театре? Есть такой ритуал? Да, конечно. Камерный. Такой ритуал есть. Цветы, в общем-то, все знают, зрители приучены. Нет, ну у нас зрители обычно на премьеру только с цветами ходят, потом уже почему-то не носят. Ну да, не каждый раз, не каждый день, но какие-то праздничные, премьерные спектакли, гастрольные спектакли начинаются непременно. Как-то хочется отметить это особо. Сегодня нас, например, встречали артисты театра Кировского. Когда мы пришли в театр утром после гостиницы, когда после поезда в гостиницу устроились, пришли сюда, нас встретили с шутками, с какими-то театральными играми. Вынесли, так сказать, в костюмах, вынесли нам квас кировский. Вятский, да, который мы так много слышали в Киеве. Это было приятно. Сейчас вот готовиться, с удовольствием готовиться к спектаклю уже совсем скоро-скоро, через два с половиной часа, наш первый спектакль. И так за четыре дня мы сыграем 12 спектаклей. И мы ждем кировского зрителя с цветами. Ждем, ждем. Вы еще успеете пригласить, да, еще неоднократно, потому что у нас сейчас небольшая реклама, после которой мы продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу. Именно сегодня уже в нашем городе стартует гастроли Московского детского камерного театра «Кукол» в 15 часов и 18 часов. Сегодня дана будет постановка по Павлу Бажову «Серебряные копытцы». Добро пожаловать. И, соответственно, 27, 28 и 29 числа у вас есть возможность попасть в наш театр «Кукол». В 27-го, ты вот обрати внимание, 27-го за один день четыре спектакля. О, да, 10, 13, 18 часов. Я не знаю, я с трудом все представляю. Уровень загруженности. Разные площадки, малая сцена, большая сцена. И артисты, естественно, как бы. У вас команда-то всего лишь футбольная приехала, один человек. То есть как-то вот так распределиться. Да, да. Серьезный денек вам предстоит завтра. Серьезные гастроли. Большая программа. Надо понимать, нужно обладать физической подготовкой, такой морально. О, артист. Морально настроено быть на такой активный. Да, непременно. Такой день. А, кстати, в рамках этого визита, в рамках гастролей будет ли встреча руководства театров, Елена Викторовна Анатолия Иванович? Ну, то есть в плане обмена опытом, каким-то там стратегии, построения деятельности. Будут эти вопросы обсуждены? Чисто профессионально. Мы уже начали. Уже начали общаться. Конечно. Конечно, конечно. Бесспорно обсуждаются вопросы жития. Ну да. Вот, обмен опытом и возможности какие-то получения наибольшего дохода и наименьшей его траты. С Еленой Викторовной и с директором театра Валентины Николаевны мы вот сейчас пока, так сказать, готовились выйти сюда. Мы общались, говорили про наши проблемы, как у вас, а как у нас. Можно их озвучить? Организационные. Какие проблемы там? Насколько велика разница, не знаю, столичного театра? Проблемы финансовые опять, так сказать, как субсидируют. Вы на государственном, да, финансировании тоже находились? Конечно, конечно. Детские театры не могут выжить без государственного финансирования. Бюджет Москвы или федерации все? Бюджет Москвы. Москвы. Но субъект федерации Москва, поэтому государственный театр бюджетный. Вот, и, конечно, вот эти проблемы, они нас волнуют, нас, организаторов, руководителей, директоров, так сказать, волнуют. Это бюджет театр. Театр не может же, естественно, существовать без каких-то средств сегодня. От того, что, так сказать, с экономикой напряженно везде, так сказать, стараемся находить какие-то пути, решения. Но, тем не менее, вот сегодня майские приказы президента, которые мы должны все выполнить, и мы стараемся, так сказать, ищем всякие ресурсы на этот счет, и не все, так сказать, легко дается нам это. А можно поинтересоваться такие простые житейские вопросы? Сколько стоит билет в московский театр? В московский театр у нас от 400 до 800 рублей. У нас в Кирове театр кукол? От 130 на выездах и максимальная цена с праздниками 210. То есть в 2-3 раза отличие у нас получается? У нас различаются регионы очень сильные по доходам населения. Я, может быть, вас перебью, но хотела бы сказать, что большие гастроли, мы контролируем всегда ценовую политику принимающих площадок и отслеживаем, чтобы цена соответствовала региону. Вот на что способен зритель. Чтобы была доступна поддержка программе. Мы контролируем, чтобы где-то примерно 200 рублей стоило билет, не больше, чтобы вся семья могла сходить на спектакль. Это их 150, да? Там было написано заявки, да? То есть иногда нам помогает наш партнер Артакно вот в своих регионах, в Курской, в Оренбургской, Белгородской. А в областях это фонд Алишера Усманова. Они выкупают билеты на спектакли и бесплатно их раздают всем желающим на сайте. Всем желающимся? Да, то есть кто первый зарегистрировался на сайте у них. Обычно такие вещи распространяются на отдельные категории. То есть можно сказать так, Варвара, что доступность это один из главных критериев, чтобы спектакль, который появился, был именно доступен. Чтобы цены были приемлемы региону. Детские театры именно так и работают. Поэтому у нас еще больше сложности, чем у больших театров. Мы имеем возможность, право вернее, мы можем, так сказать, поднять цены. Но мы понимаем, что подняв цены к нам просто зритель не пойдет. Они в состоянии будут родители купить ребенку. Тем более, что, да, обычно с маленьким ребенком еще все равно родители суммойки. Двойная цена. Да, но наши такие главные экономисты, они как-то об этом совсем забывают ли, так сказать, не задумываются. И в этом есть проблема, которую мы как раз и пытаемся решить. Обмениваемся опытом, какие могут быть ходы. Ходы для того, чтобы, так сказать, экономично что-то еще дополнительно сделать. Хотя не так много у нас в этом отношении инструментов у театров. У нас есть зал, у нас есть артисты и спектакли. А дальше, так сказать, нам необходима помощь зрителю прежде всего. Кадровые проблемы у вас существуют? Существуют. Существуют? Существуют. Вот, сегодня существуют. Не задерживаются некоторые долго или в этом существо? Ну, сложно сказать, выпускают специалистов именно на артистов театров кукол. Это Ярославский институт и Петербургский практически. Больше у нас их и не было. Ну, среднее образование дает Нижегородское училище театральное. Там появляются отдельные какие-то курсы в Екатеринбурге и так далее. Но это уже на ходу, так сказать, готовящиеся. Потому что артистов кукол — это не просто артисты, это ещё и кукловод. Тут нужна вот сложность, интересы, сложность в том, что душа, так сказать, артиста переводится, то есть, образно переселяется туда. И вот это взаимодействие происходит. В этом невероятный, так сказать, вообще вид театра. И в этом есть ценности. И в этом есть и сложности, потому что артистов местных, как бы, так сказать, не во всех городах они есть. А приглашать артистов нужно как-то, так сказать, их, ну, хотя бы в общежитии, так сказать, молодёжь поселить. А театры не имеют общежития чаще всего. Ну, в некоторых каких-то традиционных городах, где, вот, скажем, театр такой, как Кировский театр, наверное, вам уже там много лет... — Нам помогает колледж культуры. — Колледж культуры помогает. — Вот такими местными способами. — Связь у нас есть, существует, да? — Такими способами. Вот. Но кадровая, так сказать, ситуация, да, очень сложная. А сегодня ещё и не хватает грамотных организаторов, администраторов, менеджеров, как сегодня говорят. Театральная именно специфика есть. И зарплаты от того, что они так великие, так сказать, те, кто нормально понимает, умеет это делать. Зарплаты театральных администраторов, менеджеров, они, конечно, так сказать... — Ну, не заулочные. Очень даже не заулочные. — Очень даже не заулочные. Поэтому сегодня там, не знаю, в Москве на 30 тысяч рублей администратору крутиться-вертеться очень сложно. — Ну, мы понимаем, да. — Вспомнил. Помнишь, у нас, когда приезжал сюда Казанский русский театр, драматический государственный, вот этот, да, приходил там директор театра, вот. Ну, тоже так вот очень интересно говорил. Я, говорит, не понимаю, как вы здесь вот живёте, потому что у нас средняя зарплата в театре в Казани. — 53 тысячи рублей. Средняя. — В Казани. — Да. При том, что начинающий, начинающий человек, который к нам приходит, он меньше 30-ти не получает. — Ну, мы сейчас стараемся, вот, в связи с оптимизацией... — То есть это, видимо, всё-таки зависит ещё от того, как налажены вот именно отношения. — Естественно. — Естественно. — Ну, стоимость билетов в Казани и стоимость билетов в Кире. — Так опять же уровень жизни в Татарстане и в Кировской области сравнивать не приходится. — Кстати, в Национальном театре «Кукол» есть такой замечательный проект, большая экскурсия, о которой мы неоднократно говорили, когда все желающие могут прийти в театр, зайти в закоулочки, познакомиться с... — Посмотреть, как работает вот именно техническая... — Как изготавливается кукла. — Есть у вас нечто подобное, да? — В Москве есть «Ночь театр» есть такой знаменитый. — В «Ночь музеев» происходит в мае? — В «Ночь музеев» в мае. «Ночь театр» происходит к Международному дню театра 27 марта. — И еще теперь появился у нас «Ночь искусств», то есть когда вообще, так сказать, задействованы все и музеи, и библиотеки, и театры. Вот такой день, он, так сказать, плавающий этот день. — И там тоже можно пройти и все посмотреть, все узнать, познакомиться. — Да, каждый театр придумывает свою программу, объявляет ее на сайте, департамент помогает все это объединить, рекламировать. Народ с удовольствием идет. У нас в зале 120 мест записывается по 300-400 человек на ночь. Естественно, мы как-то ограничиваем. Ну, естественно, как-то бронируют, но не все приходят, но зал полный, так сказать, всегда. — Вообще интерес московского зрителя к театру «Кукол», он так... Год от года он ровный? Или бывают всплески, падения? — Бывают всплески, падения, да. — В Москве же все-таки много кукольных театров-то. — 12. — 12. — 12. — 12. — 12. — Любопытно. — То есть у вас еще такая конкурентная среда, да? — Да, слава. — Ну и Москва при всем большом. — В этом плане... — Монополисты. — Да, монополисты, да. — Ну, профессиональный театр в Кирове, один театр «Кукол». — Пару минут у нас остается. Мне хочется еще задать несколько вопросов Варваре Трофимовне. Что касается федеральной программы, на какой период она рассчитана, как она дальше будет развиваться? Давайте этим уже будем завершать. — Хороший вопрос. Спасибо большое. — Нам это так интересно. — Да, я думаю, что коллегам, да. — Ну, на этот год выделено уже 513 миллионов рублей. Почему я это озвучиваю? Министр тоже озвучил эту сумму. — Мединский. — Это на всю программу. — Это вот на 2018 год. — Да. Что касается прогнозов, то они бесспорно положительные, потому что Владимир Владимирович видит, какие результаты прекрасные дает эта программа. Так что настраиваемся позитивно на работу, на сотрудничество. И очень будем надеяться, что программа будет развиваться дальше. Идти и в страны дальнего зарубежья, например, ближняя у нас уже в программе. У нас есть зарубежная программа. Мы сейчас включаем мастер-классы. Кстати, в основном от регионов идут заказы на мастер-классы по маркетингу и менеджменту. Все хотят научиться продавать билеты и организовать театральную. Мы сейчас студенческие театры подключаем к нашей программе. Отдельная у нас история. Это театральные вузы страны. Ну и будем развиваться дальше, потому что идей много, театров много. Их, кажется, в стране больше 600 государственных театров. Так что мы еще 251 театр в программе имеем. Так что будем расти. И пожелайте нам удачи. А я бы, пользуясь случаем, что я сейчас в эфире, хотел бы пригласить к помощи. Нам помогает сейчас фонд Алишера Усманова в этих регионах. Как раз мы с Еленой обсуждали, а почему в Кирове нет такого помощника. Может быть, люди бизнеса смогут помочь нам в каких-то решениях, в каких-то определенных вопросах. Так что, милости просим, большие гастроли, участвуйте в этой программе, потому что только в сотрудничестве рождаются такие прекрасные плоды, творческие плоды. Уважаемые слушатели, добро пожаловать на спектакль Московского детского камерного театра «Кукол» на сцене нашего Кировского театра «Кукол» имени Афанасьева. На сцене уже сегодня. Сегодня. 15.00. Так сказать, премьера на Вятской земле. Да. И потом очень большая насыщенная программа. И взрослые спектакли. И взрослые детские спектакли. Спасибо Анатолий Александров, Варвару Трофимову и Елене Павлову. Наши гости. Дневной разворот на этом завершен. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Особое мнение» через 20 минут. А я до завтра ухожу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова